Есть ли разница между вакцинами и стоит ли прививаться при наличии хронических заболеваний? Здравствуйте, меня зовут Дарья Давыдова. Это программа «Говорит район». События муниципалитета. Интервью. Проблемы и их решения. «Говорит Сургутский район». Показывает телеканал «Сургут-24». Почти месяц назад главный санитарный врач Югры Майя Соловьева подписала постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 отдельных категорий граждан. Это, например, сотрудники образовательных и медицинских учреждений, организации социального обслуживания, работники транспорта, сферы услуг. Ажиотаж в прививочных пунктах начался с момента вступления документа в силу и сохранился по сей день. Однако остаются те, кто продолжает приводить аргументы против иммунизации от коронавируса. Самый распространенный – медотвод. Причем нередко люди диагностируют его для себя самостоятельно, без визита к врачу. О том, как узнать, действительно ли прививка противопоказана, нам рассказал заместитель главного врача Федоровской городской больницы. Внимание на экран. В настоящее время в России разработано 5 вакцин. Это 2 вакцины – Гамка, ВИДВАК и Спутник Лайт. Это центр Гамалеи, Минздрава России. И ПИВАК-КОРОНА и ПИВАК-КОРОНА-Н – это Чумаковский, прошу прощения, центр Роспотребнадзора России. И КОВИВАК – это центр Чумакова. Чем они отличаются? В настоящее время могу сказать, что вакцина Гам-КОВИДВАК своего рода является универсальной вакциной. То есть здесь в плане противопоказаний их гораздо меньше. Если в отношении ПИВАК-КОРОНА и КОВИВАК предполагается, что вакцинировать беременных женщин и период кормления нельзя, то Гам-КОВИДВАК – это предполагает. То есть с 22 недель беременности, период кормления, также можно использовать данные вакцины. Кому какая вакцина более подходит, решает врач или фельдшер, который осуществляет допуск к вакцинации. Как мы все знаем, течение новой коронавирусной инфекции у пациентов с коморбидной патологией, с массой хронических заболеваний очень тяжело протекает. В этой ситуации своевременная вакцинация от COVID-19 спасает либо снижает риск тяжелых последствий, а то и летальных исходов. Опять-таки врач, осуществляющий допуск к вакцинации, учитывает возможные побочные эффекты, исходит из противопоказаний. То есть в сторону чего он должен, так сказать, мыслить. Вакцинация принесет больше пользы, либо наоборот. В ближайшее время, возможно, она будет. Как только вакцина появится, детская, против новой коронавирусной инфекции, мы, понятное дело, будем ее применять. В последнее время заболевают все чаще детей, больше и больше. Все больше и больше, к сожалению, есть и случаи смертей. Поэтому в данной ситуации разработка и внедрение и применение вакцин в отношении несовершеннолетних считаем необходимости тоже. Ношение маски обязательно как в отношении переболевшего, так и вакцинировавшегося. Почему? Потому что, как мы знаем, что один из путей передачи инфекции – это воздушная капельная. Как раз таки, надев правильно, причем надев маску, мы защищаем органы дыхания, через которые как раз таки и возможно заражение человека. Если даже человек вакцинирован, это не означает, что на 100% он защищен. То есть, хотя эффективность данных вакцин варьирует от 85% практически до 100%, но тем не менее мы понимаем, что риск заражения имеется. С 30 октября согласно постановлению губернатора Югры, организации общепита, торговли, досуга и спорта не могут обслуживать посетителей, если последние не предъявят либо QR-код, подтверждающий вакцинацию, либо отрицательный тест на ковид, либо справку о том, что человек переболел инфекцией. В связи с этим сотрудники полиции, администрации района и поселений ежедневно проверяют торговые центры муниципалитета. К сожалению, результаты рейдов показали, что многие жители игнорируют новые правила. Люди, не ознакомившиеся с постановлениями и с изменениями этих постановлений, отказываются предъявлять QR-кода, а в том числе паспорта, чтобы мы проверили, что данный QR-код передадлежит непосредственно определенному человеку. По словам сотрудников торговых центров, за день из всего потока посетителей QR-код предъявляют не больше 10 человек, остальные возмущаются и уходят. Напомним, без предъявления шифра можно отовариваться в аптеках и магазинах с позициями из перечня первой необходимости. Проверили полицейские и продавцов. Работники сферы обслуживания должны были привиться первым компонентом до 1 ноября. В противном случае работодатель должен отстранить их. За прошедшую неделю выявили два таких нарушения. Вынуждены привлекать к административной ответственности. Это могут сделать как сотрудники полиции, так и уполномоченные сотрудники администрации поселений, администрации Сургутского района. Штрафы предусмотрены разные в зависимости от того, кому на юридических и на индивидуальных предпринимателей они разнятся. За первый случай суд может вынести решение о предупреждении, либо о наложении штрафа до 50 тысяч рублей. А в случае повторного нарушения штрафы для ИП могут доходить до полумиллиона, штрафы для юридических лиц до миллиона рублей. Помочь в свободное от работы время. Волонтеры Сургутского района вышли на подмогу врачам. В трех поселениях – Барсово, Солнечном и Белом Ерун – добровольцы взяли на себя обязанность развозить лекарства тем, кто лечится от коронавируса дома. Насколько важна такая поддержка для медиков, расскажет Мария Ливанян. Лекарства для тех, кто лечится от коронавируса, собирают индивидуально. При выборе схемы восстановления медики учитывают сопутствующие хронические заболевания. После того, как пакет с препаратами укомплектован, его относят к регистратуру. Мобильные бригады забирают медикаменты и развозят наборы по адресам. На данный момент у нас работают три ковидные бригады. То есть две ковидные бригады у нас абсолютно распределены по поселкам. Один, получается, врач обеспечивает два поселка, то есть Солнечный и Барсово, так как они территориально, можно сказать, близко расположены. А Белый Ярд, так как у нас больше поселок, соответственно, он обеспечивается другим врачом. И третья бригада у нас как раз-таки разводит лекарственные препараты. В день одна бригада в среднем отрабатывает 30 вызовов. Нелетко бывает, что приходится экстренно ехать из одного поселка в другой. Из-за чего оперативно доставить лекарства пациентам не всегда получается. На помощь медикам пришли волонтеры. Сейчас, так как ситуация усложнилась, заболеваний коронавирусной инфекции становится все больше и больше, у поликлиники возникла идея подключить добровольцев для того, чтобы передавать лекарственные препараты бесконтактным способом тем, кто находится на самоизоляции. Акция продлится до тех пор, пока мы четко не будем понимать, что спрос упал и такая помощь не требуется. Лекарства 25 добровольцев доставляют жителям Барсова, Белого Яра и Солнечного. Все волонтеры и активисты Центра добровольческих инициатив уже не раз помогали тем, кто вынужден не выходить из дома. Для доставки медикаментов и продуктов заболевшим коронавирусом есть специальный протокол действий. Есть, так скажем, специальный алгоритм, разработанный для волонтеров, протокол, в рамках которого они действуют. То есть это обязательно маски, перчатки. Мы, еще раз повторюсь, передаем лекарственные препараты бесконтактным способом, то есть оставляя их на ручке двери. Многие волонтеры помогают жителям района в свободное от работы время. На вопрос «почему?» отвечают. Иначе уже не можем. Я считаю, что очень важно помогать не только близким, а вообще людям, которые живут с нами рядом. Тем более сейчас очень непростое время, период пандемии, очередная волна. И если в наших силах каким-то образом помочь тем, кто с нами рядом проживает, находится с нами по соседству, так скажем, или в микрорайоне, где, например, мы работаем и так далее, мы должны это свое свободное время и возможность использовать для того, чтобы помочь людям. Только за один день волонтеры развезли 14 пакетов с препаратами. 8 для пациентов в Белом Яру, 6 для тех, кто восстанавливается от ковида в Солнечном. Мария Ливанян, Карина Алексанян, Сергей Коликов. Специально для программы «Говорит район». И в завершении одно из главных событий прошедшей недели – инаугурация главы Сургутского района. Руководителем муниципалитета вновь избран Андрей Трубецкой. Его кандидатуру единогласно поддержали парламентарии местной думы. Торжество в честь вступления в должность символично прошло в Барсово, где в поселении глава вырос, окончил школу, где учителем работала его мама. Надежда Федоровна вместе с супругой Андрея Трубецкого, к слову, присутствовали на церемонии. Как отметил руководитель района, решение пойти на второй срок удалось нелегко. Однако впереди много планов по развитию территории. Второй срок тяжелее работать. Уйти – соблазн был великий, большой. Всегда хорошо ходить на гребне, что называется. Ну а с другой стороны, можно посмотреть, что убежал. Ну так же, беда. Испугался, что дальше и убежал. Поэтому хотелось бы действительно не ради цифр, не ради каких-то наград, о которых сегодня говорили, а вот именно делом, результатами доказать, что можем не хуже, а может быть даже и лучше. Это была программа «Говорит район». Все выпуски вы всегда можете посмотреть на нашем сайте indefisnews.ru в одноименной вкладке, а также на нашем ютуб-канале «Сургут-24». Будьте здоровы и только хороших вам новостей. Увидимся на наших каналах. Субтитры создавал DimaTorzok